Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем тему продуктов, поэтому я снимаю из кухни со своей. Одно из таких первых видео у меня было о халяльной продукции в Канаде, и после этого видео поступила просьба снять такое видео, репортаж, такое исследование по лазанне. Могу ли я порекомендовать какую-то конкретную фирму лазаньи здесь в Канаде, какие фирмы считаются хорошими, и вообще рассказать все о лазаньях в Канаде. Поэтому, если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной, мы поговорим о лазанне в Канаде. Я не буду ничего рекомендовать, я расскажу о тех лазаньях, которые я попробовала. У нас в наше исследование вошло 4 вида лазанни. Я вам расскажу вообще, как я впервые в своей жизни услышала о лазанне, что такое лазанья, и моя рекомендация на всю эту тему. Оставайтесь, если вам это интересно. Начинаем! Для тех из вас, кто, возможно, не знает, лазанья, в принципе, считается итальянским блюдом, но считается, что вроде как оно пошло родом из Италии, так как само слово лазанья означает то блюдо, в общем-то, в котором его готовят, как бы кастрюля, какой-то там вид кастрюли. Но потом выяснилось, что, в общем-то, это слово позаинствовали от греческого какого-то там слова тоже, которое похоже на лазанью, и означает оно действительно тонкие прослойки, слои теста. И, скорее всего, в общем-то, это и есть правда. Но нам абсолютно не важно, мы не будем в этом разбираться, потому что мы-то знаем, за что мы любим лазанью, те, кто ее любит. В общем-то, что такое лазанью, это такие квадратные или прямоугольные листья макаронов, да, макаронное изделие, которое перекладывается с разными начинками, по типу рагу, с фаршем по типу баллонез, делают его либо в молочном соусе, либо в томатном соусе. Его можно делать полностью вегетарианским или мясным и перемешанным, там, в общем-то, и сыр с мясом, и все, что хотите. В общем, одним словом, это большая, огромнейшая вкуснятина. И давайте я вам скажу так. Впервые я уже была взрослая девочка, в общем-то, мне было уже, скажу, наверное, где-то примерно 4, где-то 24, 25. Представляете? Я узнала о лазанне, узнала я о ней в Израиле. Я как раз села на свою очередную диету, на которую, в общем-то, надо есть только, да, фрукты, овощи, пить много-много воды. Вот, не есть там, в общем, макароны, пасты, хлеб, сахар и все такое. И тут моя подруга говорит, давайте, девочки, после работы пойдем ко мне в какой-то там день. Я вас угощу любимым блюдом моего мужа лазанни. Что такое лазанни, я вообще не знала, я никогда на тот момент не слышала. И, в общем-то, ну, мы согласились, была я и еще одна моя подруга. Когда она накладывает, то что-то было так красиво выложено в таком блюде. Я видела, что это из духовки, да, что там что-то со слоями, что-то там, в общем-то, с каким-то шикарной подливой, с каким-то соусом белым. В общем-то, начали есть. Я беру вот так вот, вот, вот первый вот такой вот хороший байт, такой смачный укус. И я понимаю, что там что-то сырно-мясное, и я говорю, подожди, вот эти слои, я говорю, они сделаны из сыра, или это слои сделаны из макарон? Она говорит, это из макарон. Я говорю, я же на диете. В общем, одним словом, вся диета в тот же день и в тот же момент закончилась, спустя два дня после ее начала. И я, в общем-то, с удовольствием наслаждалась лазаней. И это был мой первый опыт, я очень полюбила блюдо, оно оказалось достаточно простым в приготовлении. Ну, смотря на сколько вы любите его затратно, с какими сырами, иногда это может влететь в копеечку, если вы любите много сыра, хорошего сыра, использовать в этом блюде. В общем-то, одним словом, это было незабываемо. И с тех пор я иногда, я вам хочу сказать, что не часто, но может быть раз в год я готовила лазанью. Когда приехали в Канаду, резкий переход в Канаде. Когда я приехала в Канаду, вы знаете, первое время в любую страну, какую бы вы ни приехали, можно привыкнуть к продуктам. Вкус всегда будет другой. Это не связано с тем, что продукты лучше, хуже, качественнее, менее качественнее. Просто все другое. Вы готовите ту же картошку, тот же сух, тот же борщ, ту же курицу, у вас абсолютно другой вкус. И наверняка те из вас, кто менял место жительства, знают, о чем я сейчас говорю. То есть ты варишь свое блюдо, которое ты всегда, там, я не знаю, Коха варил годами, и все у тебя было вкусно, идеально. Здесь оно вообще другой вкус, все другое. Плиты у меня электрические другие, у меня до этого все было всегда газовое. То другие комфорты, другие продукты, другие кастрюли, все другое. Поэтому вот такие вот готовые блюда, полуфабрикаты приходят вам в помощь. И мы с моим супругом решили, то есть к нам должны были прийти какие-то там гости. Мы познакомились с людьми, естественно, приглашали друг друга в гости. И я для того, чтобы не опозориться, то есть готовят то, что я умею приготовить, да, там, не знаю, даже не знала, как духовка, правильно, да. Вообще-то даже, в принципе, в любом новом доме приходишь, тебе нужно понять, как твоя духовка работает, да, и так далее. Тут вообще другая страна, все другое, все по градусам, там, Фаренгейт, и вот это все. Я пока поняла, как это все работает, это все были буквально, я с вами говорю, про первый месяц, первый-второй месяц приезда на нас. И я думала, господи, боже мой, что же мне делать, чтобы такого приготовить, чтобы вот это было просто, чтобы это было какие-то, типа, может быть, канапе сделать, или какие-то салатики нарезать, то есть, по идее, все должно. И я не стала брать такой ответ. Знаете, я, как сейчас помню, поехали на автобусе, потому что машины еще не было, в Волмарт. Поехали в Волмарт, и я увидела там, значит, в отделе, в продуктах, я говорю, идем что-то посмотрим, может быть, что-то типа пиццы купим, ну, что-то такое. И я увидела вот эту вот лазанью. Упаковка должна была достаточно большая, что-то около двух килограмм, то есть, это большая упаковка. И, в общем-то, они там были разные, ну, мы взяли, взяли, я помню, что они там стоили на тот момент, 12-й год, лазанья 2 килограмма стоила что-то в районе вот 10 долларов. И я говорю, слушай, цена супер. Кстати, у меня где-то есть видео о том, как я воспринимала цены, когда приехала. Если я найду, я вам его сюда вставу. Цена вроде ничего. Я, конечно, не знаю, за качество этого товара отвечать не могу, никогда не ела, не пробовала, но по картинке, по содержимому того, что коробка большая, должна была прийти к нам семья. Я говорю, вроде бы, в общем-то, нам должно хватить. В общем-то, взяли мы эту лазанью, какую-то бутылочку вина, бутылочку какого-то там сока, чего-то. И, в общем-то, вот он уже у нас и готов, стол на готов. К моему огромному удивлению, я, кстати, сделала все, научилась в канале делать по инструкции. Все вот как инструкция сказала делать, я делала. То есть, сказано 20 минут в духовке, 20 минут в духовке, сказано там на 180 градусов, на 180 градусов. И делайте все по инструкции, без импровизации наших, как мы любим, по-нашему. Каким-то, я не знаю, я всегда любила импровизировать, не всегда следовала инструкциям и вот получала такой какой-то непонятный результат. Но когда вы делаете инструкции производителя, которые на коробке, то у вас, в принципе, получается хороший результат. И так как я не знала свою духовку, я не знала, что это за продукт, я сказала, я сделала все, как написано на коробке. Я сделала и был шикарный результат. Всем понравилась лазанья, она действительно выглядела хорошо, это было сытно, все наелись. И у нас повелось, пока я не разработала свои блюда на новых, с новыми продуктами, на новой плите для меня, новой электрической, мы часто ходили и покупали лазанью. И потом это как-то все ушло в небытие, мы вообще уже ушли от этого всего. И недавно меня вот моя подписчица, дорогая Зарочка, спросила, Инна, можешь ли ты нам рассказать про лазанью, что ты знаешь сюда-сюда? Я говорю, да, конечно, могу. Поэтому сказала, я обязательно расскажу историю, как я познакомилась с лазанью, обязательно расскажу историю, как я познакомилась с лазанью в Канаде. И я, в общем-то, не шла в какие-то конкретные фирмы, я просто пошла в тот магазин, где мы скупаемся в Нофрилл, взяла, в общем-то, перепробовала практически все, что там было. Так, я возьму вот эту ноу-нейм фирму лазанью мясную, небольшой кусочек для пробки. Я возьму, выберу, так, чтобы оригинально, вот это вот сифу-лазанья. Она по 10 долларов. Вот она, сифу-лазанья. Тоже ее возьму. Возьму попробовать также к видео, которое я готовлю про лазанью, как я обещала. Своей дорогой подписчице Зарочкин я беру 3 митс лазанья, и я возьму, наверное, чикен лазанью. Чикен я возьму, чикен митс, какую-то другую я думала, ладно, возьму вот эту чикен. Там была ноу-нейм, желтая обычная, ихняя, по-моему, коробка. Была President Choice PC, вот эта вот фирма, она была куриная. Кстати, она мне понравилась больше всего. И тут я могу вам сказать, что я вам сейчас вот покажу цены. Я, к сожалению, не показывала вам, какие они получились, потому что, когда они уже были готовы, и все садились есть, я потом вспоминала, говорю, господи, ее же нужно было заснять. Поэтому вы увидите на картиночках, которые бегут вот здесь вот у меня на кадре, вы увидите только, как я их разворачиваю, как я их ставлю в духовочку. В среднем готовятся они около часа. В общем-то, упаковка все удобная, вы раскрываете просто, значит, по инструкциям, выставляете градусы, но в среднем они все готовятся около часа. И готовите лазанью, подаете, она шикарная, они вкусные. Я брала с молочными соусами, я брала с тремя видами мяса, с говядиной. И я не помню, что-то там было еще, но не важно, сейчас в видео я вам все это показываю, все то богатство, которое я успела насобирать для вас. И могу вам сказать, что, ну, лично мне понравилось по моим, так сказать, предпочтениям, более нежная и более такая вот ямика, как на мой вкус, была фирма President Choice, куриная, куриная лазанья. Она была немножечко с овощами разными и типа как в соусе Альфредо. Поэтому вот это был мой фаворит. Моему сыну она абсолютно не понравилась, потому что там были кусочки овощей с брокколи, с всяким таким, ему это вот, в общем, вот это то, что его немножко отвлекло. И поэтому он, в общем-то, полюбил все остальные, которые были мясные. Он прямо их садился и вот реально хорошо съедал. Что я вам хочу сказать? Не важно, какую фирму вы выберете, потому что разные люди, разные у нас вкусы, разные предпочтения. Кто-то любит более соленое, менее соленое, томатные соусы или более действительно молочные какие-то соусы. Это вы выберете. Я единственное, что вам хочу сказать, что если вы вот выбираете лазанью, это безошибочный вариант. То есть ошибиться с лазанией очень сложно. То есть все, что бы вы не выбрали, это будет хороший выбор. То есть это вы не прогадаете. Но единственное, что бы это было именно под ваш вкус, под ваши приоритеты, это уже покажет время и, так сказать, методом проб и ошибок. Поэтому всем приятного аппетита, всем вкусной лазанией. Спасибо за вопрос, спасибо, что были со мной. Если вас еще интересуют темы о каких-то конкретных продуктах, мы проведем небольшое исследование. И то, что я знаю, я вам расскажу и покажу. Хочу, кстати, сказать, что я не брала прямо какие-то самые дешевые или самые дорогие лазанией. Я просто брала лазанией, которые мне нравились по внешнему виду. Плюс я не брала большие упаковки, потому что мы брали это в виде эксперимента. Буквально на один раз для небольших членов нашей семьи. То есть, например, Габриэль не любит лазанью. Муж ел так по стопу, поскольку я ему дала. В основном, основной любитель это я и мой сын. Поэтому я брала небольшие упаковки 800 грамм. Но там есть и большие подносы, полтора-два килограмма. Это на хорошую семью и даже иногда на гостей. То есть, если у вас есть какой-нибудь салат, вы приготовили один или два, поставили такую лазанью, вино. Считайте, у вас и накрыт ужин для гостей, например, даже. Ну, таких каких-то скромных гостей нет для какого-то большого заседания. Так что, если у вас есть вопросы по конкретным продуктам, мы обязательно проведем такое небольшое исследование. И, в общем-то, поделюсь с вами всеми своими салатами. Поэтому спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, делитесь с ним, задавайте свои вопросы. И до следующих встреч в эфире. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!